Продолжение следует... Продолжение следует... Утверждать, что поведение человека было вполне свободным, а всякого рода такое основание можно считать своего рода... Ну, можно по определенному роду цепочке взойти в какой-то роду корыстной цели. Всегда можно угадать, что если есть такой мотив какого рода, то этот мотив можно истолковать в виде корысти. Поэтому получается, что если мы исследуем поведение человека, и всегда пытаемся понять его с этой стороны, то мы всякий раз вот утыкаемся в такую проблему. А существует ли вообще такое поведение, которое не мотивировано, которого не имеет каких-то оснований? Причем, как бы вот эта проблема, она в каком-то отношении поднималась уже у Канта, когда Кант пытался понять различие между автономной волей и гидерономной волей. Различие с этой в том, что автономная воля – это воля, которая сама полагает свою причину. То есть нет никакого основания, нет никакой причины, мотива, который позволял бы этой воле действовать. Воля сама, как свободная, некая сущность полагает в ряду причин, которые, конечно же, совокупно присутствуют, полагает еще свою причину. И тем самым он создает еще одну цепочку причин. То есть она является первой, той самой первой свободной причиной. А гидерономная воля – это как раз та воля, которая обусловлена чем-либо. Какими-то, допустим, страстями обусловлена, какими-то доводами, теориями, основаниями и прочим. То есть эта воля не вполне свободная. Раз она не вполне свободная, значит она как бы зависима от чего-либо. И значит, можно говорить о том, что она, опять же, возводя определенные интерпретации к какой-нибудь корысти, к какой-нибудь цели, и всегда можно такую гидерономную волю свести все-таки к воле корыст. И получается, что вот такая дилемма. Либо мы на самом деле говорим об автономной воле, и автономная воля видится как воля, как будто бы оторванная от мира, как будто бы врывающаяся в этот мир. Вот как у Канта есть мир свободы и есть мир необходимости, мир природы. И как будто бы эта свобода вторгается в этот мир, как нож в этот батон. И что для того, чтобы это было возможно, у Канта специально допускается существование Абсолюта, Бога, который позволяет согласовать два рода цепочек причин. Причины, которые существуют в мире природы, то есть необходимые какие-то, которые постоянно детерминированы, и которые существуют неразрывно, как в природе все непрерывно и неразрывно. И наши цепочки, которые мы создаем, в мире свободы. Это одна ситуация. А вторая ситуация состоит в том, что мы сами, плоть от плоти от мира, мы как бы вот к этому миру принадлежим, мы как бы связаны всеми путами, в том числе и телесными, да, и на самом деле мы не можем говорить о том, что наша воля вполне свободна, потому что существует, может даже нами неосознаваемый, да, и даром же будет понятие, бесцендательное, неосознаваемые какие-нибудь причины, которые нас заставляют так или иначе себя вести. Теперь мы, если эту проблему перенесем в этику, то получается так, что в этике существует, скажем, для начала как бы два вида отношений. Первое отношение – отношение экономическое. Мы просто не рассматриваем все отношения, как раз с этого аспекта, с аспекта этики, да, вот можно в каком-то смысле рассматривать отношение экономическое как отношение этическое. То есть, что происходит в экономическом обмене, да, в экономическом обмене происходит некоторого рода обмен пользы. И вроде как бы в этом обмене пользы присутствует тоже этика, потому что, ну, существует некоторого рода равный обмен, да, то есть я обмениваю с кем-то, допустим, товар, там, предлагаю определенного рода количество денег, и в этом присутствует какое-то там что-то, то, что можно было бы назвать справедливость или что-то в этом роде. Но в этом обмене мы явно видим, что присутствует корысть. То есть я же не просто так покупаю услугу или товар, да, я как бы, или продаю услугу и товар, да, в этом присутствует всегда некая борода заинтересованность такая, которая выражается в том, что я именно и схожу из того, что хочу либо получить некую услугу, либо хочу эту услугу предложить, и как бы этот рода обмен можно сразу как бы отнести к эгоистическому обмену. Есть второго рода обмен, который я условно называю взаимопомощь на дорогах. Он что в составе? Вот как автомобилисты, да, ездят по дорогам, иногда случаются с ним какие-то неприятности, аварии там, что-то там, шины спустил, там, куда-нибудь съехал, там, выехать сам не можешь. И люди как бы на дороге помогают друг другу, ну, как бы разумно друг другу помогать вот в таких иногда случайных обстоятельствах. Причем, как бы, часто эта помощь на дорогах, она не является, ну, как бы, оплачиваемой, да, а скорее просто вот некоторого рода такая, как бы, альтруистическая помощь. На самом деле она не вполне является бескорыстной, как нам кажется, да, с первого взгляда, потому что здесь есть некоторого рода разумность отсроченная, я помогаю кому-либо на дорогах, потому что подозреваю, что если со мной что-нибудь такое случится, я надеюсь на это, да, что кто-то мне точно так же поможет. Здесь как бы есть, как бы, такая взаимопомощь. Взаимопомощь, и поэтому это можно назвать разумным эгоизмом, но все равно этот разумный эгоизм все равно основан, опять же, на некого рода корысти, только отложенной. К разумному эгоизму также относятся, например, такие явления, как гостеприимство, там, помощь старикам и детям, потому что мы подозреваем, и хотим, на самом деле, видеть, чтобы и нашим тоже родным, там, старикам, или, там, детям тоже помогали, или когда мы сами станем стариками, там, чтобы и нам тоже помогли. То есть во всем этом присутствует вот этот тот разумный эгоизм, состоящий в том, что мы надеемся, что своим поведением, которое мы осуществляем сейчас бескорыстно, мы потом, как бы, получим сполна в виде, как бы, ну, какого-то, там, может быть, помощи в будущем. На самом деле, вот, есть также еще такой закон кармы, он тоже относится к примеру того, как, вот, осуществляется этот разумный эгоизм, да? Я помогаю в этой жизни, допустим, людям каким-то, там, коплю свою карму, и потом в будущей жизни эта откопленная моя карма, как бы, да, она воздастся в истории, и я, вот, перерождусь, как-то, в более лучшем виде, там, да. Или, опять же, это вот даже в христианстве существует. Может, такая интерпретация, что даже если я делаю что-то ради Бога, да, вроде кажется, это, 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 не эгоистически, то, тем не менее, на самом деле, ведь я это делаю не просто так, а в надежде на то, что Бог меня спасет. То есть, это, опять же, некоторого рода эгоистический стимул, да? Я хочу, как бы, спастись, я делаю добрые дела людям, как бы, я веду правильный образ жизни, чтобы, опять же, заслужить некого рода наградку. Опять эгоистические поступки. И если мы так вот смотрим, да, как бы, вот, все эти примеры, то, кажется, вроде, нет места-то неэгоистическому. Как вот возникнет такой поступок, как он вообще, как вот возникнет вот это вот внутреннее движение свободы, да, которое могло бы породить новую причину и цепочку. Мы не говорим о случайных этих цепочках. Может быть, случайно мы такие цепочки порождаем. Здесь очень важно в этике, да, что есть вот намерение осуществить некоторого рода действия, да? Важно очень без намерения, как бы, нет и этики. Потому что если я случайно, помахая руками, там, или случайно произвожу какие-то действия, да, они никакого отношения не относятся к моему этике, да? Они не относятся к понятию альтуизма. И единственный, как мне кажется, возможный способ как бы вот такого альтуристического поведения, поведения неэгоистического, это когда человек, на самом деле, действует, то есть он ставит себе цель, он действует, исходя, исходя из не некой цели, которую можно было бы рассматривать как своего рода корысть, а он действует из некого образа действия. То есть он говорит себе, что вот так как-то действовать правильно. Он не рассчитывает ни на какие воздаяния, не рассчитывает ни на какие, там, будущие, там, допустим, будущие какие-то прибыли, там, или там, будущее, ну, нечто будущее. Он просто действует, потому что вот он поставил себе какую-то систему ценностей, да, и он ее просто исполняет, независимо ни от чего, независимо от последствий. Вот как-то вот так. Но это, получается, опять же, может свести к некому неразумному способу действия, потому что система ценностей может измениться. Здесь опять же корысть. Опять корысть. Ну, раз он поставил, то сюда. Нет, здесь вопрос себе. Не очень корректное слово корысть. Корысть, скажем, экоизм. Экоизм, потому что корысть, экоизм бывает не в эконистическом соображении. Ну, скажем, человек, если будет поступать супротив намеченной в своей цели и супротив того, чего он представляет правильным в этом действии, он будет плохо. Ну, вот я, например, ну, может быть, я не делал бы вот этого, но сделаю, потому что знаю, что если я вот не буду это делать, то потом буду мучиться, мне будет неприятно. То есть я обеспечиваю свое благосостояние. То есть мне приятнее будет, когда я сделаю это. Ну, опять же, это мне приятнее будет. Да. Я сделал хорошее. Я хорошее сделал. Мог бы и не делать. Но сделал. А вот заметьте, в чем причина, что есть некоторое эгоизм. Потому что есть объяснение, почему. Если вот нет объяснения, вот я веду некоторый образ жизни, но никакого объяснения, почему я так делаю, не должно быть. Тогда, получается, я веду неразумный образ жизни, да, если я не могу объяснить, то почему я так разрубаю. А если есть объяснение, то всякий раз это объяснение можно рассматривать как тот самый эгоизм, который оправдывает мое поведение. Объяснение всегда можно придумать. То есть есть спонтанные действия, то есть спонтанная помощь какая-то, да. Кто-то дернется помочь, да, поддержать, кто-то не дернется, а поддержать. Ну, в данном случае, опять же, это соответствие естеству человека. Вот он такой, вот ему это естественно, и для него это свободно, такое действие. А другому свободное действие в этой ситуации дать поможет, скажем. Ну, говорит, что это эгоизм, не эгоизм. Но все равно человек поступает согласно своим установкам. А вот считать, когда он действует согласно, он не будет поступать согласно чужим установкам. А своим. А назвать это эгоизмом или не называть? Согласно своим установкам, своим воззрениям, своему мировоззрению. То, что он считает нормально и прекрасно. Он, может, сейчас не отдает отчета, что вот если сейчас не поступлю так, я буду мучиться, но он знает, что вот так нужно, потому что вот уже все, вот так заведено. Ну, будем мучиться, если так не поступить. Ну, даже мыслей может не быть, то есть не намерена. Ну, вы пытаетесь в психологию скатиться. Я, на самом деле, пытаюсь понять, ну, в чем проблема-то? Если нету таких поступков, да, вот, которые являются совершенно свободными, то, на самом деле, многое в системе философии и теологии просто пропадает. Во-первых, на самом деле, тогда не нужно представление о том, что человек свободен. Потому что, ну, если человек не может спонтанно породить причину, да, если он не может быть свободным в своих поступках, вот эта свобода, ведь, ничего другого не нужна. Вот она была именно нужна для того, чтобы мы точно так же, как, условно говоря, абсолют, можем порождать некого рода новый мир, да, можем вот цепочку причине, начать, и все, она только наша. Это во-первых. Во-вторых, как бы нет никакого тогда Бога. Вот того самого Бога, да, которого, абсолютного, да, который вот точно так же, как мы, порождает некоторого рода новое, да, вот он берет и начинает. Вот такого начинающего Бога нет. Потому что, ну, потому что так точно так же Бог всем опосредован. Да, Бог, можно было бы так сказать, что Бог не мог не создать этот мир, да, и получается, что вроде он, как бы, тоже точно так же не свободен. То есть, на самом деле, проблема, казалось бы, простая, эгоистического-неэгоистического, она вот в своей, как если ее поднимать на мер, она вырастает к тому, что, недавно же именно Докинг, да, вот он, он же атеист, как бы, да, американский, именно он же, как бы, высказал такое мнение, в частности, да, что не существует никаких негиистических поступков. Недавно он именно атеист, потому что вот такого рода поведения, такого рода рассуждения они не ведут к атеизму, понимаете, к отрицанию какого-либо вот независимого автономного начала. Назовем его Богом, назовем его нашей волей, неважно. Потому что Бог и наша собственная автономная воля, они оправдываются одним и тем же, а именно существованием возможности совершить вот такой спонтанный поступок, да, породить нечто, но породить намеренно, не просто случайно, да, случайно мы можем, может быть, породить это, но именно намеренно, да, чтобы в этом проявилась разумная воля. Но если мы восходим к этой разумной воле, мы всегда восходим как в виде регресса, там, мы ищем основания причины, и эти основания причины как бы доказывают, что воля была обусловлена. По сфакту. Мне кажется, еще в твоем вопросе как бы возникает вопрос, а что такое воля? И пока, если на этот вопрос как бы четко не ответить, то, собственно, и... А что такое свободу? То, 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 то. Да, что такое воля, что такое свободу? Это самое главное, что такое свободу. Потому что фактически как бы феноменом, который мы исследуем, является свобода. И мы пытаемся его понять с помощью понятий воли, с помощью понятий, там, совершать поступки, там, этик и прочее. Собственно, феномен, который перед нами лежит, это некая свобода. А мы его понимаем, да, вот там, что определить мы не можем, но нам это как-то ясно, да, из нашей деятельности, что вроде как бы мы чего-то там ощущаем, что мы можем сделать так, можем сделать иначе, но мы ведь всегда можем доказать, да, по факту, что это не было свободой. Я поступил так, потому-то, потому-то, потому-то. Нет, ну, дело в том, что... Я поступил так, потому-то, потому-то. По факту, всякий раз, восходя уже, вот когда вот была некая сеть возможностей, да, я всегда, ведь, совершаю только одно движение. На самом деле, я думаю, что никогда невозможно доказать, или почти никогда, что человек со стопроцентной вероятностью должен был поступить именно так, и не мог поступить никак иначе. Всегда есть какая-то альтернатива, как бы, если взять историю философии, то Декарт считал, что человек – это машина. Кант считал, что если бы знать все мотивы, все поступки человека, то можно однозначно предсказать любую его поступку. Они жили в эпоху арминизма. Хотя Кант рассказывал о том, что для него некая автоматная воля существует. Тем не менее, почему-то он предсказывал, что можно. Если знать все поступки человека, это тоже как бы вещь в себе. Но он бы механически не мешал. Если бы этого можно было бы знать. Можно было бы предсказать полностью поведение. Но если мы вдумаемся, как мы сейчас с этого человека понимаем, то мы понимаем его тоже так же, как автомат. Паука, иначе человек и не может понять. Кроме как автомат. Наличие альтернатив не отрицает свободу. В смысле, не подразумевает наличие свободы. Наличие альтернатив не подразумевает наличие свободы. Ну, скажем… Не подразумевает. То есть, если мы утверждаем, что человек может и так, и так, это еще не значит, что есть свобода. Нет, я понимаю. Я говорил о другом. Просто я говорю, что когда мы начинаем объяснять поступки человека, да, то мы никогда не сможем вот так вот объяснить так вот, чтобы, так сказать, на 100% доказать, что он вот только так мог поступить, а никак не так. Нет. Мы можем доказать так, что он мог поступить либо так, либо так, либо так. А вот так никогда. А если есть спектр заданный, то это уже тоже не свобода. Хорошо. Влад, а ты всегда говоришь, что всякий раз можно объяснить это дело эгоистические способы, да? А? Эгоистический способы себе нашли. Нет, я как-то пытаюсь понять. И вообще не эгоистический. Напомните мне, я только что пытался найти, не нашел. Как называется прообразие североамериканских индейцев? Патлач. Патлач, да. Патлач. 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 Я слово забыл, но я не помню. Патлач. Я, честно говоря, не знаю точно. Патлач. Суть вопроса в чем состоит? Что как раз в потлачке, а вы знаете, кстати, как выглядит потлач? Суть состоит в следующем, что в североамериканских индейцев был такой обычный потлач, вообще переводится там с какого-то языка как дар. Совершать своего рода такой дар чрезмерный. Как бы приглашается на свадьбу, ну, пусть свадьбу какого-то там вождя племени, приглашается на эту свадьбу много народу, в том числе и враги, там все-все-все. И свадьба пышная такая, да, там явство какие-то много, в общем, большие траты совершаются. И крупные делаются подарки, чтобы просто показать на самом деле человеку, как бы, который эту свадьбу устраивает, показать, что вот, как бы, щедрость, как бы, да. Это в виде какого-нибудь вызова, что вот он так вот может, да, вот взять вот в какой-то определенный момент, вот так вот все растратить. Причем вершиной этого потлача является, когда они просто вот так вот раздариваются и зря тратятся, да, такое пиршество такое изобиленное, когда просто берется вот вся накопленная куча имущества, просто перед тем человеком, которому это показывается, просто уничтожается. Просто берется вот так вот, кладется, и все уничтожается. Ну, на самом деле, вот я в таких явлениях, ну, а потом, соответственно, как бы, вот здесь соревновательный момент существует, да, потом, как бы, тот, кому бросили вызов, тот точно так же должен, ну, как бы, вот, как мы иногда чувствуем, что это долг, что мы точно должны поступить, как бы, должна. Ну, вот если бы он долг отдал, это было понятно, но на самом деле он не долг дает, он занимается уничтожением имущества, например, разрушается свои лодки, которые были. Да. Вот он берет их, он набрал долгов у соседей, у всех кого-либо еще, берет свои лодки, которые ему необходимы очень. Он потом, ясно, что в следующую свою жизнь он будет распачиваться с долгами, голодать и так далее, но он вот совершает вот такой праздник, Патлоча называется. Североамериканских единиц такой праздник действительно есть. На самом деле, к этому Патлочу, да, приравнивались еще и такие вещи, как, допустим, игра, азартная игра. Особенно в древности, когда люди проигрывали все, все свое состояние проигрывали, проигрывали своих детей, жену и самому себе отбрасывали. Я вот не очень уверен, что... И причем, как бы, это... Казахтная игра, ты надеешься на выигрыш, а здесь ты наложишь, там, уничтожаешь... Нет, дело в том, что можно к казахтной игре относиться, как мы сейчас относимся, да, что мы не серьезно это нечто, а раньше относились к этому серьезно. Это, своего рода, вызов и ставка, понимаешь, ведь ставка является все. Это серьезная ставка, но просто это немножко не о том, да. Потому что есть выигрыш, а в Патлоча есть... А здесь принципиальный это называется. Ты принципиальный, потом ты часть имущества можешь разрушать, и некоторые священные вещи, которые у тебя не могут быть, так называемые кул, по-моему, да, которые не могут быть в системе обмена, ты их вот на Варуме Патлоча уничтожишь, тоже не имеешь права. Но, тем не менее, меня вот интересует другая вещь. А яхта Абрамовича, многочисленная, длиной по 200 метров, это Патлоч такой, северейский. Ну, и команда, которую он там купил, там... Да, это Патлоч. Которая вряд ли приносит прибыль. Или нет? Это почему это очень важно? Потому что в Патлаще, как таковом, ну, можно сказать, что здесь есть элемент эгоизма, да, потому что это... Ты повышаешь таким образом свой социальный статус. Ну, много уничтожил своих... Лот, так заложил свою жену, всю ее одежду, всю свою одежду, всю свою одежду, все порвал, порвал, уничтожил, поднял таким образом собственный статус. Или в этом есть какой-то... Или это не так? Знаешь, я думал, что это все-таки выходит за пределы и этики, и проблемы свободы. То есть это... Ну, не выходит за проблемы эгоизма. И речь идет именно об... Мы же говорим о помощи на дорогах, мы говорим о разумной проблеме эгоизма. Вот Патлович очень интересная вещь, что когда люди... Ну, у нас это как? Ты мне, я тебе. Ну, привыкли к этому миру, да? Ну, это обмен, да. Некоторые. А некоторые вот производят именно Патлович, именно социальные отношения устроены таким образом, что нечто уничтожается. А вот жертвы, там, так чего-либо, Бога, допустим, взяли, там... Это ты жертву даешь, это быть может. Это, может быть, ты... Это обмен с Богом, да, типа? Ну, типа, да. Ты жертву ему даешь. Ты ему просто даешь бескорестный... И что-то получает, да. Благословение какое-то на жизнь, на прочее, да? То есть это обмен. Или как эти своего первенца финикийца сжигали, сжигали своего первенца, но таким образом один человек тело другого, сжигая собственного первенца в медном быке, вот в этом, они тем самым уничтожали собственное тело, чтобы увеличить дух. Это тоже понятно, в принципе, да? Смотри, как бы, вот я замечаю, что мысль какая у тебя проглядывает. Смотри, вот есть некого рода обмен, да? Обмен. Ну. Есть обмен, да. Есть... А падлочек, как бы, это вот как бы вне обмена, да? Некоторые действия, которые вне обмена. Так вот... Это... Может быть, здесь тоже обмен? Может быть... Такой способ повышения социального... А какой там обмен? А несовершённый падлочек в то время, когда социум ждёт от него это? Вот и обмен. То есть он как бы... Да, меня... Он удовлетворяет эгоизм, все равно. Ну, лодки меняются на эту... Да. Ну, человека же... Вот человек, когда покупает BMW X6, допустим, который через полгода будет стоить в два раза меньше. Он же тоже совершает, может быть, патлочек. И всё-таки патлочек это другое. Не покупка BMW X6. Когда ты тут же воровал, убивал, допустим, много-много работал, и ты совершаешь некую машину, которую покупаешь, а потом свидетельство о твоём статусе, о том, что твой социальный статус употребляет, что ты можешь много потратить денег на просто так, на безделушку. А, знаешь... Через полгода она будет стоить половину. Что ещё можно сказать? У бота есть такая... Есть экономика как бы потребления, экономика накопления, да, есть экономика трат. Ну я об этом и говорю, да. Экономки траты, конечно. Но только не только траты вещами, а ведь траты и социальным здоровьем, да. Да, конечно, конечно, конечно. То есть траты, допустим, как любовницы, да, какие-нибудь... Да, о том, о том и... То есть ты по большому счёту совершаешь... Жертву, блин... Ты совершаешь потребительский акт как потребительский акт, а в смысле потребительского акта уничтожения. Я взял кусок хлеба и съел. Я купил Бенго и уездил его на сверху просто. Или разбил его. Вот это как бы твоё. То есть ты вот, понимаешь, ты просто эту штуку заигрываешь. Хотя я, может быть, и не прав. Не, я-то хотел по этому поводу... Хотел сказать, что Падлочка как раз, мне кажется, как раз показывает, что это как сложно сделать не эгоистический поступок. Потому что для этого надо такую чрезмерность показать, да, штратно. Надо показать, что тебе ничего не ценно, да, что ты можешь всё, что угодно... То есть, наоборот, чем больше ты потратил, чем больше ты от себя, как бы, от торг разрушил... Тем больше реализма. Тем больше реализма. Тем больше, наоборот. А не получается ли здесь так, что хотят показать неразумность? То есть эгоизм всегда как-то связан с разумностью. Как подсчётом каким-то, да, вот, вот, расчётом. Нет, ну сложно. А тут как бы и чрезмерная трата, вот, ну, всё выбрасывает. Сложно. Не является ли это разумностью? Нет, по-моему, очень неразумным человеком. Ну, яхта – это же явное безумие. Какая-то 200-метровая яхта – это безумие. Он нажал. Ну, ты же говоришь, что он капитализирует тем способом, что получает, там, не знаю, там... Социалист. Социалист. Ну, как бы, обладатель БМВ. Какое-то интересно. За Патночем, в своём оригинале, висит всё-таки вот это самое БМВ, а яхта Бармойовича – это они тоже Патночем занимаются. И за этим скрывается нечто другое. Если они действительно скрываются в МВВ, то это эгоизм. Социалистом может согласиться. Потом суперэгоизм тоже может социалистом согласиться. А если это нечто другое, вот как можно постараться понять Патноч, как неэгоистический поступок? Ну, здесь есть возможность, наверное, всё-таки порассуждать о социальном статусе, о социальной значимости этого акта. То есть, скажем, допустим, есть общество, в котором нет Патноча. Да. И человек это делает. Да. Ну, это же вообще… Это… Ему в голову не берёт. Значит, он знает, что есть такая традиция, и он как-то к ней причастен, и он соизмеряет уже себя до этого, до Патноча и после. Значит, ему будет лучше после. Ну, быть может, быть может. Ну, это вот… Ну, быть может, мы все эгоистические вещи – это попытка описать поведение исходя из какой-то парадигмы. универсальной. Она, быть может, мы просто её приписываем человеку, на самом деле её нет. Ведь посмотрите на самом деле. Суть потребления состоит в уничтожении. Потребление дивана, он разваливается. Потребление БМВ, которое дешевлеет. Потребление хлеба, которое съедается. Так, а может навязывать именно такое потребление? Нет. Оно должно обновляться? Суть. Обновлять то, что потребляет. Суть этого потребления, то есть может быть, суть потребления состоит, в отличие от маркетологической категории производства, – да? созидание. то в отличие от потребления состоит в уничтожении постоянно. И мы действительно иногда эту категорию уничтожения полагаем для самого себя. Есть продукты, которые просто всегда уничтожаются в потреблении? Да. То есть ты можешь сказать, что любое потребление как потребление продуктов? Да, быть может. Вот я даже считаю, что, знаете, да, я делал статистику, которая меня поразила, что 75% книг в Германии покупается ради данных, чтобы на день рождения, на какой-то праздник другому человеку подарить. То есть я еще и больше… Не считаю. Что 99% товаров, которые американские покупают, за полгода уничтожаются. Ну… То есть 1% только остается через полгода. Нет, ну это сейчас, да. Ну может быть и больше все-таки. Не, ну это какой-то, я так слышал, на такую статистику. Ну вот я думаю… Ну на самом деле, мне кажется… Это на потребление то, что я… Что вот все такие явления, как ты говоришь, жертвоприношения там, да, как бы, падла и прочее, мне кажется, может быть и как раз есть способ попытаться вырваться вот из этого эгоистического круга. Может быть вот что-нибудь такое… Именно через мерзость… А может и нервы вырваться, потому что он целяет, чтобы вырваться, ты должен себя противопоставить эгоистическому кругу. Но если мы смотрим на потребление как таковое, кто знает, может быть это для себя бытие потребление. Может падла, что это для себя бытие потребление. Быть может. Вот если так это понять. Тогда она не пропустит эгоизму. А существует мое любимое противоречие между себе бытием и для себя бытием. Такая форма уничтожения избыточного продукта. Да. Избыточного, неизбыточного. Избыточного. Если бы избыточного было бы, тогда было бы здорово. Хотелось бы, чтобы это явно. Это уже попытка задним числом объяснить. В падлаче, если мы попытаемся понять, уничтожаются именно необходимые вещи. Одежда жены, собственная лодка. Без них ты будешь голодать. Оно избыточное не для него конкретно. А в собственную избыточное. То есть иначе никак это не вещество. Так тоже пытаются некоторые объяснить падлаще. Да. Я видел даже статью википедики. То, что я говорил, что Балат об этом не скажет. Что они говорили, что это метод взаимоотдарения дарами. Ты мне, а потом тебе через десять лет тебе тоже отдадут. На самом деле так получается тот же самый разумный опыт. Да. Но на самом деле суть там в уничтожении. Просто. Не дарится никому. Берется лодки все и протыкаются, и уничтожаются, разбиваются. Вот в этом все. Время, но производитель. Есть лодочники, которые делают эти лодки. Если это не будет уничтожаться. И поэтому это где-то на глубинных вошло в ритуал. А лодки делают такие, которые на сотни лет. Они там действительно сколько. И вот каждый этот ритуал прижился. Чтобы лодки. Чтобы все. Время. Мы не обменивались. Время не делали. Религию, психологию и все прочее. Вы уже пытаетесь тогда объяснить, что не бывает тогда поступок легоистический. Нет. Все тогда получается можно объяснить. Нет. Во-первых, разумная проблема. То, что мы стали обсуждать, это то, что мы обсуждаем на одном уровне. А это разные уровни. Вот на одном уровне это рациональность экономическая. На другом уровне это обусловленность психологическая. На третьем уровне это философия свободы. И на каждом уровне, то есть мы подумали, что если мы нашли вот на этом уровне закономерность, то и значит там есть. А там разрыв. Да. Это тоже есть с подобного точки зрения. Вот, например, я поражал логикой, когда цунами попало в Японию два года назад. Да помните? Почему-то это принтерзвят усилий. Не знаю почему. Вот. Все говорили, что в ВРП Япония вырастет. А почему спрашивается? А потому что они будут сейчас больше грузить цемента, им же надо восстановиться после цунами и так далее. Но это тоже несовершенно несколько все-таки не так. Потому что лодка у тебя, в первую очередь, средства производства. В отличие от БМВ. БМВ, не ИС-6. Это не средства производства, а лодка этого человека и одежды жилого. Это средства производства. И капитал с его племени, он возрастает от того, что у тебя эти головы будут больше. Социально более полезна занятость, чем обладание массой капиталом. Это тоже, тоже. Нет, ВСИ не может придумать всякие действия. А можно понять по-другому. Вот что Ильих предложил. Да. Понять правду, как таково. Ведь если мы действительно посмотрим, что любое потребление, оно свойственно в том, что мы что-то уничтожаем. Накопили много денег и их уничтожили. Проели, потратили, на что-то там извели, еще на что-то еще. Мы свою жизнь уничтожаем. Такое бытие к смерти не имеем. Мы сами к смерти не имеем. Скажем, если думать об экономической подоплеке, то не у индейцев, скажем, в той же России. Там же были деревянные дома, а не рекламы. И они сгарли периодически. Пожары были, все уничтожалось. А у них, представьте, у индейцев где-то там в плевях, что-то может быть уничтожено. Что произведено, то и произведено, там уничтожается. Поэтому появился вот такой ритуал уничтожения избытия. Обычно это... Это или русские всякие, вот это восточное побережье, это острова. Островные, вот эти племена всевозможные. Это вот это. Рыболовство занимается. Это так и сказать. А потом, может быть там действительно не было эпидемий. У нас эпидемия в Европе. То есть были всегда какие-то... Это все попытки подвести рациональные объяснения. Я же говорю, что большинство от Википедии так и написано. Они про то, что там все уничтожается, они забывают. Они говорят, что это способ сохранить свои сбережения. Сегодня я подарил чуваку, как у нас на Украине. Взяли, свинью разбили. И по хатам раздали на Украине. А потом тебе тоже свинью забьет через месяц. И тоже им раздадут холодильник. Но даже в психоаналии же есть отличие между иросом и тонатосом. Ирос как бы это некая накопительная такая, как и пособирательная. А тонатос это разрушающий. Просто я тут в этот разговор не хочу специально с вами, потому что разговоры об иросе и тонатосе пошлые по большому счету. Да пошлые – это пошлые. В любом случае, если есть традиция… Влияние того, что мы все умрем – пошлое наблюдение. Если есть традиция вековая в некотором народе, то обсуждать, что это спонтанное действие, оно уже не спонтанно. Уже есть традиция, он вписан в традицию. И поэтому есть какие-то эгоистичные, не эгоистичные, но все равно есть основания, что он поступает именно так. Если бы не было традиции, то вообще это никогда не сделано. А вот традиция сжигать перенос от собственных детей – тоже странная традиция. Ну странная традиция. А где тоже можно привести экономическое обоснование? Нет, я же говорю не об обосновании, а о самом наличии традиции. Вот она и есть, сложилась. И поэтому обсуждать свободный ли человек совершать поступок в этой традиции или вопреки традициям – это уже не свободен. То есть уже в традициях, вписан. Вот. Есть отдельная традиция. А почему возникла эта традиция? Да. А если она возникла, то человек уже эгоистично будет поступать в него. Он уже имеет некие преференции от того, что… Это тоже самое. Уничтожает свою лодку для того, чтобы поднять социальный статус. Социальный статус. Он покупает яхту и уничтожает большую часть украинских и российского народа денег для того, чтобы поднять социальный статус. Это понятно. Тут еще есть такое наблюдение, опять же, из Докингса, да, что там сохраняется все в поколении. То, что биологически выглядит. Ну и естественно, то, что эгоистично. То есть не по тому роду есть биологически. Ну… А вот этот панк Лач вот этот, он же вроде не выгоден биологически. Очень интересный… Докинс. Докинс. Лучший. Не, я почему его перевожу, потому что ютюды на него сослались, там человек буквально поставил проблему. Я даже этого Докингса сам не знаю, просто он… Это в некоторой степени неприлично. Потому что он махинатор, извините меня, Докинс, и огромное количество безграмотного в его книгах. Просто… Я даже не читал. Эгоистичные гены… Понятно, что смешно, когда человек утверждает, что есть ген завязанный на шнурков. А, да. На полном серьезе. На полном серьезе. На полном серьезе. Если почитать там вокруг, там он просто… Он писал свой эгоистичный ген, когда еще не шифровали геном человека, когда и выяснилось, что максимум 20 тысяч генов. И получается, что у нас не хватает на все, на все шнурки. Он утверждал, что умение писать – это ген отдельный, и все. То есть, это… Ну, это… Популизм чистейшей воды вот такой вот… То есть, можно не рассматривать. Я просто… Можно не рассматривать. Это… Да. Это не о том, конечно, идет речь. Но вот… Хотя многие биологи как-то так наши его почитают, но… Это несерьезно. Честно говоря, можно взять книгу, просто пальцем поводить, и почитать аргументацию, и логические выводы. И где ему выгодно он так поворачивает, где ему это так поворачивает. Я начинал… Просто даже хотел написать анализ книги, но это… А вы, кстати, вот… Вы же постоянно эволюцией занимаетесь. Как вы считаете, вот эволюция движется по пути эгоистического, закрепление эгоистических этих каких-то множеств? Или все-таки как бы не обязательно, а происходит как-то вот разбрасывание, а потом собирание? Ну, я считаю так, что вот эти оценки эгоистичные, не эгоистичные, свободен, не свободен – это внешне навешанные. То есть проблема не оценивается? Это оценки. Это оценки. Как мы оцениваем? То есть, скажем… Можно, например… Я сейчас в голову не придет… Привести-то такие факты, что в одни эпохи они оценились как эгоистичные, а в другие эпохи, например, как артуистичные. А оценились так, ладно. А по факту… А по факту… А по факту нету, нету. То есть не понять никогда… Не то, что не понять. Это… Ну, как в квантовой механике. То есть мы хотим узнать спин – мы получим спин, но его там нет. Вот… Мы хотим измерить, прошла через эту дырку или через эту дырку – мы получим. Мы захотим… Мы задаем вопрос – а это был альтруизм или эгоизм? Это была свобода или терминизм? Мы получим ответ. И получим теми инструментами… А на самом деле, это всего лишь наши оценки, наши описательные какие-то ирлычи, которые мы нарешиваем. А как тогда будет с этикой? Этики же, наверное, окончательно как-то решить, либо мы свободны, да и можем… А этики… Этики как-то… Почему нужно решать? Заводных этих много. Нет единой этики на всю… Тут вопрос стоит – сконструировать не эгоистическое нечто. Нет, ну на самом деле, самое интересное – совершить какой-нибудь поступок с свободой. А я так вижу, что свободный можно решить только этический поступок, потому что… Ну всё остальное… Опять же, как понимать свободу? По сути, каждый поступок свободен, и каждый поступок не свободен, смотря как смотреть. Всё равно рационал… Нет, ну есть же даже выводы такие, что единственный свободный поступок – это себя убить. Да, может… Да, я тебе тут же придумал, что на самом деле… Ты контролируешь число соседей. Ты уже захотел… Ты удовлетворил свои… Это не плохо… Тебе было так плохо… Ты… 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 Хорошо, это можно внешне объяснить… Да, изнутри я буду понимать… Изнутри-то… Вот мне так будет лучше… Нет, ну так… Не, подожди… Мы даже живём в мире страшном, да, как бы… Мы даже не знаем свободный мы ли… А зачем это знать? А зачем? Потому что хочешь совершать поступки… Ну и совершаете… Полностью… Вот как в йоге, да… Я хочу контролировать полностью самого себя, да… Мы… Мы не знаем… Свобода… А уже кто-то спрашивает… Ну да… Нет… Мы свободно как бы знаем… Как… Вот… Вот она… Как-то есть… Она… Она рассеянна… Нет… Вот нет… В любом состоянии человек есть свободный… Ну вот… В этом и вопрос, на самом деле, изначально… Свободен… Как бы… В антиномии тоже бы свобода не было… Человек абсолютно свободен… У него была жила бы как качественная антиномия… Так сказать, она у неё живёт… Да… Ну как это так-то… Ну бы существовала как антиномия… И доказал бы тот и тот тезис… Ну просто… Как… … Переходу… Вот… Есть состояние некое одно… Есть состояние… Второе… Оба состояния не свободны… В переходе есть свобода… Ощущаем… Мы… Свободу… В переходе… Брутина… Бусиня на по всё… Когда он стоит между двумя кучками… На одинаковом состоянии… Вот тогда он свободен получается… Нет… Он не ощущает переход… Вот как он сделает шаг… А… Он… Тогда он понял… Что тогда… Свобода – это то, что с ним было да… Да, нет, в самом переходе, вот если это сделал, он ощутил, но тут же попал вне свободы от этого... Но это все-таки Буриданов-фосел. Нет, не Буриданов-фосел, Буриданов-фосел, это частный пример, в любая ситуация, в любой ситуации человек не свободен. Если мы описываем стационарную любую ситуацию, он не свободен, ни от тебя, ни от ничего всего. Нет, тогда получается, что свобода сведена к случайности, то есть он всегда терминирован, а в переходах он случайен. Нет, нет. Почему? Опять же, как описывает, человек может принять решение самостоятельно о переходе на другой уровень. Ну, скажем, принять или как-то... Мы можем сказать, что до этого были определенные роды основания, где-то там бессознательные... Скажем так, это опять же не важно. Случайно, специально, целенаправленно, но ощутить человек свободу может только в момент перехода на новый уровень какой-то в своей организации. Не ощутить? А другой нет, другой нет. То есть, получается, таким образом, что как бы свобода в смысле Бобедана невозможна, но возможно ощущение свободы. То есть, состояние свободы не может... Когда это не ощущение свободы, а ощущение свободы. Когда тебе были в цепи, убрали цепи. Да, да. Но при этом ты не получаешь в итоге освобождение. Прямо же первый шаг... Нет, получаешь. Ты попадаешь в новую несвободу. Ты всегда, бесконечно освобождать цепи. То есть, в любом состоянии ты в некоторых обстоятельствах находишься. Ты подчинен всегда чему-то. Это понятно. И ощутить, то есть, что такое свобода. То есть, ну, тот же раб, который убегает из рабства, получает свободу, но попал в свободу. Получил свободу, когда убежал? Нет. Я получил. То есть, надо снимать себе, как, кстати, вот кожицу, ума, постоянно. Да. И при этом... И ничего не оставить. Самое, что интересно... А, да. И тебе же пошли. А, да. Самое интересное, что ощущение свободы не обязательно вверх, а и вниз. То есть, когда алкоголик решает, там, простаться с квартир, ощущает свободу. То есть, любая смена ощущается как свобода. Уход в секту ощущается как свобода. То есть, вот сам переход. А никогда чего-то не получается. Вот, свобода — это не объект, не то, что ты можешь получить. Это то, что ты можешь... О чем можешь мечтать и ощутить мгновение. Значит, неэгоистического, получается, по-вашему, нет? Ну, свободы нет. И никакой... Это не... Нет, куда взять за неэгоистическую... Ну, дело в том, что я не понимаю, что это проблема. Есть или нет, это проблема эгоистичная. А какая разница? Ну, вот я... Ну, вот, разница только этическая, понятно. Нет, ну, да. Этики — это важно. Это же не просто ориентиры, как мы поступаем. Мы как-то поступаем, если... Я считаю, что... Вот в чем разница? Человек помог одному человеку, потому что он решил, что если он сейчас пройдет, он будет ночью не спать, да? Этот помог... Другой человек помог к этому человеку, потому что он подумал, что сейчас я ему помогу, а потом он мне поможет. Или это такой... Или третий. Он помог этому человеку, потому что он религиозный, и Бог... Он страха божественного. То есть, какая разница? Они все не помогли. Он все сделали добро. А что нам рассуждать? Эгоистично, неэгоистично? Они сделали добро, если один... Конечно. Добро сделать, а христи это сделать, что-то... А какая разница? Ну, все-таки сделали скрысти. Нет, ну, все скрысти. Все это скрысти. Если делали не добро, а пользу принесли, скажем так. Ну, что добро? Ну, добро. Ну, пользу, пользу. Ну, пользу разница. Ну, это сознательный выбор. Нет, ну, человек, допустим, замыслить зло, как бы, случайно, как бы, начинает где-то делать зло, и в итоге принести пользу. Такое, что тоже бывает. Поэтому добро должно быть, как бы, изначально намереннее заявлено. Ну, они делали намеренно добро. В любом случае. Ну, это сейчас не разница. Сейчас мы не обсуждаем те разницы, добро, польза или добро, но в любом случае, зачем задумываться о том, о... Это эгоистичное поступление. Ну, это же, говорю, вопрос и этики. Да, как же такое этика? Вот, этика помог человеку. Это этика. А что остальное? Это же все равно, что, как взять, по-анту Михайловичу такой, по-анту Михайловичу, ну, летит там что-то, нет? Он пытается разобраться, что такое добро и зло, он пытается разобраться, как надо поступать, в чем состоит правильный образ намерения. Да, да, а при чем всегда эгоизм? Ну, есть эгоизм при том, что, если есть, всякий раз мы можем указать никакого рода эгоизм, то это, как бы, нижний уровень. Почему нижний уровень? Рукательное слово. Есть идеальный, не высокий уровень этики, где должен быть бескорыстный, не мистический поступок. Не высокий уровень этики. Мать Тереза мучается ночами, если она никому, кому-то не помогла, и помогает целый день, целый день, целый день. Она, это один эгоизм. Другой помогает, потому что боится Бога. И там эгоизм так, разные уровни эгоизма. Но, бать Тереза и не может... В этом уровне, где нет эгоизма, бывает? Я хочу сказать, где нет поступков, там не бывает эгоизма. Ну, это понятно. Дело в том, что, если ты, допустим, захочешь, какой-то человек совершил, скажем, какое-то там доброе дело, и ты захочешь, мол, какие-то мотивации эгоистические выявить, но все равно же ты последней мотивации никогда не выявишь. Все равно эта цепочка причин куда-то уходит в какую-то Понимаешь, Стас, цепочку причин внешним образом можно выдвигать куда угодно. Вопрос состоит в том, по сути, все-таки это цепочка... Нет, по сути, цепочка построишь какую захочешь. Ну, не то, что, может, какую-то... Нет, ну, просто с разных уровнях, с разных технических точек можно построить кучу цепочек. Нет определенного терминизма. Вот есть поток событий, и мы вырываем вот некую цепочку, которую мы считаем терминизмом. Нет, смотри, вот одно и то же поведение можно объяснить, допустим, десятью цепочками разными, да, там. От бессознательного стартовать, от мотивов каких-нибудь стартовать, от насилия, там, от боязни, от разных чувств. А какого... Ну, может быть, есть какое-то настоящее объяснение? Нет, нет. Есть автономное поле? Нет. Ну, может быть, нет. Я же говорю, что это вопрос. Здесь вопрос, скорее всего, нужно ставить все-таки, пресать от печки от причинности. Если мы подразумеваем дедерминизм лапласовский и подразумеваем, что причинность передается по временным цепочкам, тогда действительно может иметь смысл поставить вопрос. Но если мы все-таки понимаем, что мир устроен гораздо сложнее, и есть нисходящие причинности, безуровневые причинности, разрывы на одних уровнях, ошибки на других уровнях, то так бессмысленно ставить вопрос о причинности. Причина всегда будет, но не всегда вот так непосредственно от того, что... от моего предыдущего шага. И тогда, ну, вопрос о причинности иногда действительно очень глупо вот свершился, а зачем нам знать почему? Ну, я же говорю, в этике это важно. Может быть, в других случаях это не важно. Но я же даже говорю, почему в этике? В этике важен поступок, а... То есть вы считаете, что достаточно, как бы, это вот, что совершилось некое действие, да? Какова его причина, что там человек, там, скажи, если это сделал, может быть, углубное намерение имел, но как бы... Нет, дело в том, что скажешь так, можно отвечать. Это его внутреннее, скажем, себе возится и анализирует, из каких соображений он это делает. Но внешне этические... Вот еще можно, как пример, допустим, если человек корыстный, некорыстный поступок, если человек, допустим, сделал доброе дело из корыстных побуждений, а в другом случае, скажем, возникла другая ситуация, и там, как бы, ему корысть никакая не светит, он раз им не сделал этого доброго дела, ну, не стал, корысть ему не светит там. Ну, а если человек постоянно эти добрые дела делает, то, как бы, действительно, бессмысленно задавать вопрос о том, что корыстных, неискорыстных побуждений он делает. То есть, ты смотри, была, в чем здесь проблема-то состоит в этике, потому что ты пытаешься искать ее основания в чем-то другом. Ну, у меня лаплался это в гаечках и болтиках. Гаечки, болтики, болтики, гаечки, шарики, кирпичики. А проблема, она состоит в следующем, что надо принять понятие свободы как таковой, и из этого уже строить этику. То есть, поэтому она не должна... То есть, не выводить ее от... Да, не должна пытаться... Нет, я не пытаюсь... Не должна пытаться апеллировать липу хлоплассовскому миру своботниками и гаечками. И не мир пантово-механика, как это будет сейчас. То есть, ты предлагаешь жить в этом... В рамках антиномии постоянно, да? В рамках антиномии постоянно. То есть, два мира. Есть мир вот неопленностей, там никакой свободы нет. Есть мир свободы... Да, чтобы понять феномен свободы, принятие феномен свободы, действующего в нашем человеческом мире, который не редуцируется ни в коем случае ни в физической картине мира. Знаешь, в чем основная проблема? Основная проблема состоит в том, как эти два мира соотносятся, потому что мир свободы не оторван где-то, а я живу здесь и сейчас, и я творю в этом мире, да? Ну вот и... Либо я в этом мире творю и... Так ты мне мы творили... Нет, творю свою свободу. А гаечки, а гаечки... Ты бы на самом деле мной манипулируют все эти гаечки и гаечки. А гаечки, все-таки, их как бы и нет на тебя. А гаечки и бодки, если бы был лоплассовский детермизм в мире, да? Да, знаете, кто и говорит уже прямо о лоплассовском мире. Кстати, при Канти-Блоклассовском детермизме, то Эдон подразумевал, что наша свобода может реализоваться. Непонятно, выдающийся человек. Бог согласовывал. Бог на основании возможности проявления нашей свободы в мире, в этом детерминистическом. Он как бы создал гармонию, да, возможности двух миров, объединения двух миров, так, чтобы они не противоречены другу. Хотя это противоречие вот исходное. Он же в теоретической философии заявил об антиномии свободы и необходимости. Я никак. Я понимаю. Ты же предлагаешь жить в антиномии. Я-то не согласен жить в антиномии. Я хочу в цельном мире жить. А где, на самом деле, моя внутренняя свободна? Наоборот. Именно наличие антиномии и свидетельство о том, что есть цельный мир. Почему? А потому что он настолько целен, что как бы мы его ни взглянули, с одной стороны мы получим одно, с другой стороны мы получим другое. То есть его цельность заключается в том, что как мы начинаем проецировать, то есть он не сводится ни к одной проекции. Вот если бы он сводился к некой проекции, там все сходилось бы и было без антиномии. А он не сводится. В этом есть цельность. Именно в несводимости. И свобода именно в том, что он не проецируется на какую-то плоскость. И в этом есть свобода. А если нет антиномий, то это как раз получится. Не свобода и не цельность. То есть все-таки вы считаете, что так разрыв и остается, да? Вот как конкат у нас. Нет, почему? Не обязательно разрыв. Он же не обязательно... Разрыв описательный. Он же не обязательно носит антиномичный характер. Он же может носить и характер на что-то знание. Ну это же вопрос, между прочим, не только этики. Кланты-механики тоже столкнулись с этим проблемой. Я могу сказать, что это может быть формой нашего незнания. Принято же было... Ну, по алтолю-механику вы же считаете, что это не полнота теории, что это форма незнания? Что человек не летает. Принято было считать. Ответ в 20 веке. Человек летает иногда, когда билет купит. Кланты-механику в итоге сделают датерминистическую теорию, так, чтобы все... Нет, не сделают. Она уже датерминистическая теория. Этика не будет некогда драмнистическая, никогда нет оснований не будет. Просто надо понимать, что когда ты находишься в некой эдической позиции, тебе не надо пытаться, чтобы себя обосновать, а адресоваться к картине мира, основанной на галтиках, полтиках, а также... Обосновать не надо. Это будет... На принципе, не обосновать. Эффективно я буду своим... Не надо знать. А зачем это знать? Буду эффективно... Вот я начну, допустим, делать добро. Так это достаточно. Все. Не нужно знать эффективно. То есть, это достаточно. Делать добро, все. А зачем знать? То есть, это уже искать корысть. Это уже обоснование, какое-то будет нехорошо, это будет плохо. Но на самом деле так и получается. Нужно просто делать. Именно сам вопрос о эгоизме и корысти является как бы свидетельством того, что он есть. Да, да. Всякие артисты. Ты хочешь сказать, что всякая этичность у него поступка рефлексированная приводит к поиску некого экономического смысла. Ну, вообще, ну, нехорошо. Какого? Это и есть экономика, как раз. Это и есть определение экономики. То есть, ты понимаешь, да, что ты, когда совершаешь поступок, а думаешь о выстроенном или домовом поступок, то ты сразу же посчитываешь прибыль. Получается так, да, да. Поэтому я не понимаю, что и кантовская этика – это основа экономики. А надо просто действовать и все. Я не задумывался. Да? Так получается. Так получится и иначе никак не получится. А вот, а иначе перед действием начинаешь задавать вопросы, я никогда не начнешь действовать. Потому что каждый поступок окажется эгоистическим и, значит, неэтическим. Нет, нет, просто есть два вида у людей, которые задумываются на два вопроса. Один, который совершает добро и думает, бескорестный он совершил. А другой человек совершает зло и раздумывается над тем, а зло ли этого истину? Или я на самом деле хотел совершить форму добра? Или это просто ошибка? Проект мудрые люди, которые просто совершают? Нет. Проблема, она как раз, я-то считаю, что проблемы осознанные, добрые поступки совершил он существует, не существует, но существует зло как зло. Зло как зло существует, а добро не репутатим, в принципе. А потому что зло мы оцениваем по намерению, если есть зло и намерение, этого достаточно. Там уже не идет речь, а по-настоящему. Это реально зло. Именно как форма уничтожения, а не как форма приобретения выгоды. Потому что, если я собрался у Пармовича увезти его яхту, то ясно, что я совершаю не зло совершенно. Не потому что я пополню человек много, а потому что я совершаю это было для себя. Это вот о таких вещах. То есть зло, совершенное ради зла, по-настоящему, это является и мир для этичности поступков. Смотри, как очень интересно получается. Это единственное, что объектно. Да. Чтобы оказаться в ситуации этики, тебе не добро надо творить, а тебе надо пытаться совершить зло как зло. Это единственный свободный поступок? Это единственный поступок, который допускает профессия. Это свободный поступок. Ну почему? Нет, вопрос добра просто... Получается, что убить себя опять же мы вернулись. Потому что есть единственный свободный этический поступок, не юристический в том числе. Если это действительно так. Нет, но есть еще понятие жертвы надо еще. Если не взыскание долгого мира. Некоторые убивают себя для того, чтобы упасть в долгую мину. Нет, понятно, что как бы намерение... Здесь тоже не все так плохо. Намерение должно быть... Если абсолютно форма небытия, то абсолютная форма небытия поистине будет. То есть ты можешь сказать, что этику надо исследовать со стороны зла, наоборот? Да, да, да. Это хочу сказать, да. Этика наступает со стороны зла и греха, а не со стороны добра. Ну эгоизм тут... То есть мы живем в каком добром более-менее мире, экономике и прочее, и прочее, и возникает только то, когда возникает разрушение, да, вот это... То есть вопрос этих ставится по отношению к злу. По отношению к добру и к норме. Вопрос этих поставить в принципе невозможно. Я так... Да. Вот это то, что называется банальность добра, о чем я люблю говорить. А банальность добра... То есть добро это то, о котором ты не думаешь, что это добро. Да, но всегда банально. А если ты думаешь, что это добро, ты, значит, уже соотносишься со злом, значит, уже есть зло. Вот ты думаешь, вот зло вот так поступить или так добро? Вот уже зло появилось. Если не появилось зло, значит, это нет смысла добра и нет этики никакой. Поэтому как бы рефлексия является единственной, получается, формой существования зла, а это цела. Именно рефлексия. То есть они неразделимы. Начав рефлектировать, ты уже оказался ситуацией греха и неправедности. А праведность тогда получается настоящая. Либо держать голову в аду и не отчаиваться. Первая позиция. А вторая позиция, либо того, чтобы ничего не сознавать. Жить как птицы полевые, которые... Ну, мудрость. Настоящая мудрость. Как и веры полевые, которые не пашут и не сеют, а Господь им дает... Недеяние. Лучше царство. Ну, недеяние. Получается, скорее, буддизм даже, да, там, как-то индивизм. Ну, вот... Ну, почему банальность... Недеяние даже вмешиваться иногда неправильно. Банальность добра. Почему? Ты что-то делаешь. Ты помогаешь своему ближнему. Ты не выкидываешь мусор на балкон к соседу, там, и так далее. Такие вещи делаешь. Но не потому, что это добро. Да, не потому. Не потому. А потому, что ты находишься в ситуации... Не ради добра ты это делаешь, ради банальности. Просто не надо выкидывать соседу мусор на балкон. Это просто, сильно и утверждается. Ну, вот просто не надо. Как ты только задумался, недобрый я, поступок смешаешь. Не выкидывайся. Человеку мусор на балкон. То и тем самым ты тут же ему мусор на балкон и вывалил. Себе в голову поселил огромное количество зла. И себе в голову мусор накидал, и ему на балкон выводил. Ну, вот никак просто. То есть, вписанность мира в бытие. У тебя, получается, бытие равно добру. Да, конечно. Как еще? Вписанность в миру... Как еще? Она еще и красоте равно, как ты знаешь, да? То есть, у тебя, как бы, такая позиция. А когда рефлексия возникает, то ведь рефлексия, они как-то внушают и в упадение из этого бытия. Да, конечно. Как-то, как-то, соотнесение с ним бытия там. А вот я здесь, ребята, пытаюсь все оценить. Как-то, как-то и должно быть. Небытие. Рефлексия как форма небытия. Если у тебя форма положена для себя, то становится чистой формы, и что это у нас? Форма небытия. А небытие как раз это зло. Ну, это вот классическая позиция, конечно, оппозиция, которая бытие, добро, красота, а небытие, зло, как бы, и безобразие. Да. То есть, поэтому не надо выкидывать соседа мусор на балкон. А самое главное, не надо задуматься, почему ты это делаешь. Потому что просто не надо. А не потому что ты добро таким образом совершаешь. Как совершил добро, все. В голове пустота, и в сердце пустота, и у соседа мусор на балконе. Это никак уже. Да, все? Все. Одна проблема, право, и меньше стало. Ну, не знаю. Я подумаю. Элти-то месяц. Продолжение следует...